привет всем начал немножко пораньше сегодня вот я опять центре нью-йорка 5 сегодня солнце жарит я сегодня понимаю что будет намного меньше народу потому что привет привет потому что сегодня я провожу эфир сам без несовместно привет аленочка да несовместно жилось режиссерской средой просто есть такой журнал живая среда когда занимался недвижимостью он там был в общем я сегодня провожу эфир не совместно я его запишу и положу на свой youtube канал поэтому он там будет вот и те кто не посмотрят могут не волноваться как я и сказал я сегодня нахожусь нью-йорке в прекрасном месте хотел показать вам нью-йорк на фоне на фоне себя но сегодня очень-очень жарко поэтому я буду прятаться в тенечке иначе через минут 30-20 мой телефон как прошлый раз вырубится из-за жары сегодня на улице допом 32 или 33 градуса вот но не важно сколько у нас сегодня будет людей я уверен что большое количество посмотрит простите что у меня перевернут экран это для того чтобы я в youtube мог сохранить уже свой прямой эфир горизонтально они вертикально как это было в прошлые разы напоминаю что сегодня мы поговорим на тему че как меня слышно скажите пожалуйста слышно ли меня сегодня мы поговорим на тему техники я думаю что в основном это будет интересно фотографом видео оператором ну возможно еще кому-то кто собираются себе прикупить какую-то фототехнику линзы что-то я расскажу на что я снимаю как я снимаю на что я обращаю внимание и так далее такая техническая сегодня будет тема многие спрашивали и на каких-то больших ивентах на ней они рассказывают наверное не стоит потому что она она для такая больше больше на любителя вот сейчас всем привет мы потихонечку будем начинать так меня слышно хорошо скажите я это еще раз повторяю все записываю в основном для youtube а потом я туда положу сейчас это просто прямой эфир чтобы можно было на какие-то вопросы ответить все при этом с нью-йорком потихонечку мы начинаем это что не начинаем еще одна минута или две до начала сейчас пока просто чек 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 про нью-йорк в общем летом нью-йорк это адская жара это просто безумно жарко это но мне нравится когда идет дождь здесь вообще потрясающая погода город дышит все выходят летом июнь и июль август здесь просто невыносимая жара для многих особенно для русских светлокожих девушек они тут ходят все под зонтиками под кремами и так далее я кайфую мне нравится я удар в черной футболке и джинсах сегодня поэтому очень огонь ну да спасибо очень яркое солнце поэтому от яркого солнца огненные очи короче мы поговорим сегодня о технике я расскажу на что я снимаю на что стоит обратить внимание сохраню этот эфир здесь сохраняет прямой эфир в своем youtube канале он будет надеюсь покороче чем обычно я постараюсь быть максимально лаконичным поехали сам первый частый вопрос которым не задают у меня подсказки есть частый вопрос которым не задают задают это какую технику купить для того чтобы начать снимать к сожалению сейчас именно к сожалению все компании разошлись по видению будущего своего то есть canon nikon sony и так далее они выбрали себе конкретную нишу если раньше все старались быть похожими друг на друга и в принципе не важно что ты себе купишь то сейчас нужно понимать куда какая компания движется максимально лояльна для пользователей сейчас на мой взгляд компания sony хотя я пользуюсь canon но компания sony максимально лояльна то есть она в фотокамерах дает возможность и хорошо снимать видео и хорошо снимать фото и любые объективы подходят камере без всяких переходников в общем кто еще не начал собирать свои комплекты я собираю точнее я предлагаю обратить внимание на эту компанию вот она максимально лояльна для пользователей для обывателей что касается профессиональных каких-то решений компания sony nikon они двигаются в направлении профессионального то есть либо вы снимаете фото вот вам хорошая камера действительно она чем-то лучше sony за те же деньги либо вот вам nikon для там репортажей для того чтобы снимать какие-то фото кадры тоже но каких-то там не знаю воин сражений в общем больше на мой взгляд она подходит для репортажников это опять же моё субъективное мнение какие линзы и вообще на что какой диапазон динамический ценовой стоит на стоит вращать внимание значит сейчас начальный комплект фотографа которых собираются начать работать должен начинаться примерно от наверно трех тысяч долларов то есть долларов это один простой объектив и одна камера дальше дальше больше также вопросы и тут фотографы знают что есть несколько форматов есть неполный формат crop формат матрицы есть full-frame ну и есть средний формат огромные матрицы за бешеные деньги я начинал с crop матриц пришел к full-frame и средний средний формат это моя мечта в общем я рекомендую конечно для для именно для фотографов стремиться начинать снимать сразу на full-frame потому что на мой взгляд картинка намного намного более объемное интересное и больше похоже на то что мы видим глазами именно по объему вот на такие камеры начинаются в от стоимости как раз для того двух тысяч долларов и выше сами камеры не буду называть вы уже сами посмотрите как я сказал посмотрите камеры sony если кто еще не купил для в районе двух тысяч долларов и выше не ниже что касается объективов это больная тема у всех конечно самая красивая картинка всегда фиксированных объективов у меня они есть все то есть от 14 миллиметров до 135 миллиметров вся диапазон фиксированного фокусного расстояния но дело в том что если вы видите путешествуете если вы только начинаете снимать если вы хотите еще не определить с направлением съемки то конечно я рекомендую покупать вам зумы первые первые зум вот это конечно дорогое удовольствие но динамичный диапазон зума что был 24 70 миллиметров ну или плюс-минус из 28 75 в разные компании в общем от 24 до 70 миллиметров покупать первый объектив для того чтобы вы могли снимать и природу и людей и портреты и уже будете понимать то есть это такой универсальный объектив который я здесь в нью-йорке до сих пор даже на коммерческих съемках пользую очень много потому что при высоком темпе съемки даже с помощью ассистента нет времени переодевать фикс объективы вот поэтому камера в районе 2000 долларов и объектив ну если это от sony это тоже около 2000 долларов если это аналог какой-нибудь tamron это там около тысячи долларов то есть три тысячи 4 тысячи долларов это самый начальный комплект дальнейшем и конечно развиваетесь и уже выбрав себе направление это репортажная фотография это свадебная которая включает себя все и репортажную съемку и предметную съемку портретную съемку то есть свадьба мы все это делаем и мы банкетный зал снимаем то есть это съемка интерьеров кто-то выбрать себе снимать цветочки растения какие-то детали вот от этого вы уже будете отталкиваться и приобретать себе объективы в ту сторону в которой нужно что касается объективов класса l ну как у канона то есть люкс класс и ниже класс первое на что стоит обратить внимание это что-то мне написали супер верно что стоит не обратить внимание вам стоит обратить внимание это на то что объективы намного важнее чем камеры то есть линзы они обновляются реже то есть я например у меня до сих пор есть линзы которую использую которую купил 8 лет назад и в принципе лучше что-то особенного лучше ничего не вышло то есть линзы вы будете пользоваться много-много лет а камеры выходят там в промежутком ну вы захотите подороже что-то купить то есть sony камера раз два года выпускает canon раз четыре бывает чаще то есть камеры вы будете постоянно менять поэтому я советую вам если у вас есть возможность не экономить на объективах экономить немножко на камерах можно особенно когда вы только-только начинаете снимать то есть например мой комплект начальный сейчас он около пяти шести тысяч долларов это вот один одна тушка одна камера и один объектив дальше объективы стоят в районе полторы две тысячи долларов собственно оттуда в том числе складывается ценность фотографа когда меня приглашают например на свадьбу я приезжаю с большим количеством техники и у меня в сумке лежит порядка 12 там 15 тысяч долларов и конечно такой фотограф не может брать за съемку там тысячу долларов потому что просто уронив что-то уронив вспышку которая стоит 500 долларов уронив объектив которая стоит до 2000 долларов можно пару-три свадьбы снимать бесплатно это все копилось годами я покупал каждый год один-два объектива недавно слышал прикольное выражение люди сказали если вы не хотите чтобы ваш сын или дочка там были там наркоманами или спускали деньги на что-то такое купить ему фотокамеру да потому что если человек увлечется фото снимками это каждый год он будет копить деньги на объективы на новые камеры на новую технику это огромный огромный на самом деле деньги и время на это уходит поэтому я этим живу я накопил свой комплект сейчас я подумаю его поменять я действительно думаю уходить с компании canon это я расскажу чуть попозже почему в общем поехали стремитесь купить хороший объектив особенно начальный чтобы у вас была красивая картинка чтобы он был и быстрый и резкий и так далее если вы действительно планируете заниматься фотографией на камере можете сэкономить берите sony там до 2000 долларов sony a 7 3 которая шикарная камера за эти деньги без зеркала объективы можно купить там там рон вот он за 3000 долларов начальный потрясающий комплект с компанией canon у вас так не получится как и с компанией nikon у вас будет уже 4500 долларов начальный комплект вот что я еще не сказал да закончим про камеры почему я хочу уйти из компании canon дело в том что помимо того что компания выпускает сейчас есть такое понятие как клиентоориентированность то есть как компания ориентируется на клиентов и какое она видит свое будущее то есть какой-то момент много лет назад компания canon выпустила 5d mark 3 или 5d mark 2 даже камеру которая потрясающе стала снимать видео и рынок свадебного видео просто он взлетел он изменился все люди стали снимать потрясающие видео намного более объемные глубокие которые как раз получались благодаря большим матрицей и фото объективом и многие видеооператоры просто на этом взлетели но компания canon как официальные представители заявили она не ожидала этого она просто сделала возможность записывать видео и дальше она разделила она пошла по пути если вы хотите снимать хорошо видео покупайте мои наши видеокамеры на которых можно одеть объективы для canon но если вы хотите снимать фото покупайте фотокамеры и в этом все встряло потому что ну нет столько денег у людей чтобы сначала там за три тысячи долларов купить фотокамеру потом за четыре пять шесть а то и десять купить видеокамеру canon для профессиональной фулл фрейм съемки и за несколько лет компания sony поняла что надо делать и она сделала и выпустила максимальные максимально удачные камеры которые снимают и качественно видео и качественно фото естественно огромное количество фрилансеров фотографов видеооператоров кто только начинает кто хочет быть мобильным быстрым они выбрали компанию sony туда перешли вот и за несколько последних лет sony уже более-менее точил эту технологию без зеркальных съемок то есть маленькие камеры классно все снимают вот я до сих пор хожу с большой такой большой такой большой такой балдой в рюкзаке да конечно она делает красивые фотокарточки но за того что сейчас нужно снимать и бэкстейджи и нужна мобильность я подумал перейти будут деньги обязательно этим займусь теперь дальше по поводу технических составляющих как я снимаю я снимаю на полный рав всегда есть две причины во первых у меня есть всегда возможность скадрировать у меня полный рав это 30 мегапикселей соответственно если будет больше то я их уже буду снимать не на полный рав но 30 мегапикселей это максимально то что мне необходимо для того чтобы я мог хорошо скадрировать покрасить и так далее поэтому никаких джипегов никаких маленьких равов когда я работаю с ассистентами всегда прошу переключиться на полный рав да эти карты эти фотографии больше весят но в конце концов купить карточку в камеру побольше или жесткий диск домой побольше это не такие большие деньги а вот не иметь возможности отрезать большой кусок не иметь возможности наоборот что-то растянуть или откуда-то вырезать это порой намного намного хуже вот то есть уменьшить фотографии всегда можно увеличить ее нельзя поэтому иногда на какой-то фотографии я вырезаю просто портрет человека хотя это был общий кадр потому что только портрет там потрясающий и вот поэтому я снимаю только на раз вот и вам тоже советую делать поехали дальше что делать как я как вообще поступать с исходниками смотрите за годы своей практике я уже терял когда особенно начинал кадры они у меня исчезали я проходил накрывался жесткий диск поэтому как какая технология у меня я приношу карточку домой вставляю в ноутбук копирую на жесткий диск а у этого рядом жесткого диска есть еще один жесткий диск который делает копию сам себе то есть получается двойной бэкап вот я делаю как правило на какой-то шустрый жесткий диск фотки с которых я обрабатываю потом удаляю в общем фотографу обязательно надо хранить все кадры в двух местах как минимум и желательно чтобы они не были вместе желательно желательно не летать много с бэкапами то есть у меня был случай когда я не знаю по какой причине со мной могут люди поспорить но при перелете один из жестких дисков просто стерся то ли из-за того что его просвечивали то ли какие-то магнитные были и мне пришлось восстанавливать и по счастью что у меня был сделан бэкап именно hdd не hdd да диск он у меня затерся я восстанавливал информацию но в общем было это не очень удачно я мог потерять свадьбу а я путешествую довольно много в свое время сейчас свадеб у меня таких поменьше потому что перебрался в нью-йорк и начал заново карьеру фотографа но я много летал и я вам советую не экономить а для перевозки фотографий видео этот случай у меня был за эти годы один всего лишь но купить твердотельный жесткий диск на котором вы будете хранить кадры ssd не ас не hdd а ssd вот потому что потерять информацию на нем намного менее вероятно он не боится падению не так боится воды он не боится всех этих просветов так я немножко от солнышка отойду чтобы картинка была нормальная вот поэтому храните диски имейте разные диски делайте бэкапы а мы пока поехали дальше что касается дополнительного света если в двух словах привет привет что касается дополнительного света который я использую как не от солнца спрятаться но двигается постоянно сейчас пересяду вот что делать какие какой свет я дополнительно использую но на самом деле самая сложная вообще съемка на мой взгляд это свадьба потому что тебе приходится таскать все оборудование ты не знаешь будет ли дождь будете ли вы много снимать помещение какой будет свет в помещении огромное количество факторов которые заранее не предугадать если вы планируете съемку в студии там можно вообще один объектив одна камера потому что вы знаете что там будет либо дневной свет либо у вас там будет если вы снимаете дома понятно что можно привести зонтик со вспышкой на всякий случай но на свадьбу приходится тащить все и зачастую больше половины этого не нужно вот поэтому но для начала что нужно иметь с собой всегда на съемке первое это самое мое любимое это то что можно до экран перевернул я рассказал рассказывал потому что я потом буду загружать это все в youtube и чтобы это было нормально ну я собственно ведь и больше вы тоже можете перевернуть в общем я рассказывал про самое любимое мое это отражатели ребята берите ассистента учитесь пользоваться отражателем я могу получить абсолютно любую картинку поставили человека в тень ассистент с отражателем светит из солнечного места дает пучок вы получаете классную картинку всегда можете снять тени поставив его вот так всегда можете на просвет на солнце поставить его рядом если он белый большой на просвет и смягчить солн солнечные лучи то есть отражатель это штука на которой очень часто пренебрегают или не умеют пользоваться я бы даже дал огромный мастер-класс наверное погулял бы какие-нибудь солнечным и пасмурным местам с группа людей показал как пользоваться отражателем миллион способов миллион способов это делать я вам советую покупать отражатель круглый овальный побольше диаметром брать ассистента и работать работать с ним вы получите совершенно другую картинку просто ставьте человека светите снизу сверху смотрите как меняется лицо как меняется падение лучей поворачиваете человека так опять работа отражатель это первое с чем нужно научиться работать я вас призываю к этому не игнорируйте очень мало кто умеет все обычно в студии поставит дай бог вот так чтобы отразить смягчить тени все тратили можно создавать тень с отравателем можно создавать контровой свет отравителю можно смягчать солнечный свет и можно делать очень много интересных вещей поэтому не пренебрегайте этим второе я всегда использую если я использую то использую настоящие канонские на камерные вспышки которые пристегиваются почему я не использую китайцев как показывает моя практика китайские вспышки это опять же моя практика возможно есть какие-то уже high level там мне многие фотографы говорят что есть они их рекомендуют фишка в чем вспышка это не просто какой-то пучок света который прилетел если вы работаете на мероприятии работать на свадьбе он должен прилететь определенной мощности с правильным замером то есть если вы снимаете в режиме и ттл свет должен отразиться от объекта подать информацию о следующем выстреле чтобы камера понимала чтобы вспышка ну и сами понимаете все это делает все это делают мозги то есть мозги камеры и мозги вспышки когда китайские мозги они говорят на китайском с японской с японской кэнон то не всегда они быстро договариваются вы можете получить пересвет недосвет и так далее если статично ставить и в режиме мануала то можно использовать другие вспышки но именно при сейчас ветер паду но именно при съемке активности каких-то когда у вас баш висит этот башмак сверху на камере используйте старайтесь покупайте не экономки настоящие они работают в разы лучше дольше мощнее и у меня несколько раз там кэннские вспышки падали и только один раз одна она разбилась поэтому и надежнее хорошая вспышка стоит это 500 долларов имейте это в виду вот что еще могу сказать со вспышкой тоже нужно проводить уроки я был на многих урок называются уроки по строба по стробу короче вспышка по флешу вспышка это прибор с которым нужно уметь владеть но научить человека владеть вспышкой на каком-то занятии почти практически невозможно ему можно там объяснить но нужно брать с собой показывать в каких случаях куда она повернута что вы это делаете то есть вот на свадьбах у меня кто со мной ассистировал все знают что я снимаю всегда почти со вспышкой которая повернута в стену или в потолок назад и я всегда перед тем как сделать кадр поворачиваю смотрю что происходит сзади куда она как отразится и люди немножко кто меня видел особенно клиенты они немножко в недоумении такие а чё куда он смотрит что там на потолке вот я подглядываю куда отразится вспышка потому что бывают люстры бывает какая-то там красная картина и обратно вернется красный свет с этим надо учиться тоже пишите мне если есть желание сделаем такой целый урок сегодня у меня в общем такое вводное по поводу технических составляющих что еще вспышки соответственно зонты и какие-то более сложные штуки нужно использовать когда вы научились работать уже с обычной с обычной на камерной вспышкой вы понимаете что и как работает для того чтобы делать какие-то студийные кадры идите в студию там работайте со светом любой фотограф на мой взгляд с чего он должен начинать это учиться работать со светом и он должен понимать что такое рефлекс от видите светится не алицо до подбородок стал светиться белым желтым вот я снял тени вот это это все человек должен научиться понимать как получить ту или иную картинку как как работать с флагами флаги это черные как отражатели которые наоборот убирают где-то свет например когда снимают кино используют часто большие на просвет отражатели рефлекторы и флаги черные чтобы снять какой-то свет то есть например вот видите я сейчас вот на солнце вот так если бы я снимался в кино я бы вот куда-нибудь и там вот большой флаг можно было поставить как-нибудь вот вот так вот чтобы видите у нас у меня не было вот этого вот до ставится флаг и ты уже общаешься такой более мягко подсвеченный поэтому учитесь развивайтесь приходите на мастер-класса не экономьте свое время поверьте мне намного быстрее кого-то послушать как это делается чем путем экспериментов долго-долго понимать как это делал я когда-то поехали дальше по поводу еще раз цены техники дело в том что мир немножко изменился то есть раньше все кадры они печатались и чем будет более крутая техника была тем можно было больше напечатать резче сейчас в основном люди используют в инстаграме их за соцсетях смотрят на телефоне фотографии требования к разрешению фотографий к самой на если вы входит в портфолио именно она стала маленьким вот то есть маленький маленький сайт соответственно многие компании сейчас если правильно выставить свет они могут снимать даже для магазинов они снимают на телефон я недавно проводил там мастер-класс о том как снимать на телефон чтобы это было вот как бы high level на самом деле это возможно просто возможности сначала надо более сложно более более подробно подойти к выбору площадки света локации времени но снять можно на iphone вот у меня iphone 8 я иногда сделаю фотографии выкладываю все думают что это снято на профессиональную камеру для тех людей которые работают в магазинах каких-то там магазинах одежды и так далее прошу прощения магазинах одежды можно взять и поставить поставить на вот на такой же штатив и буквально фото обычный iphone выставить свет и просто сам магазин будет фотографировать своих моделей там на iphone и выкладывать это в инстаграм и будет вести будет это все красиво удачно смотреться поэтому с точки зрения технической стороны вот самое важное научиться работать со светом либо просто пригласите такого чувака как как я который настроит свет выставит его и после этого вам не нужно будет обращаться к фотографу он настроит вам фильтры как как включать на телефоне и у вас будет классная картинка для вашего магазина там для вашего ресторана для вот это все возможно сделать нужен просто человек который умеет работать со светом поехали дальше бам-бам-бам-бам-бам-бам ну и наверное подойдем к такому ближе уже к концу смотрите мы обсудили какие камеры я рекомендую на что стоит обратить внимание что стоит брать а именно зум объектив для первого использования что стоит фиксы конечно фиксированные объективы снимают лучше но когда вы попользуетесь зумом вы поймете к какому фокусному расстоянию типу съемки вам больше и интереснее хочется подходить мы теперь немножко я рассказал да про отражатели что это обязательное это учитесь в этом у вас будет совершенно другое качество снимков в любую погоду в солнечную нет учитесь работать со вспышкой со вспышкой можно учиться работать прямо дома у себя в квартире пробуйте поворачивайте снимаете вазу поставили одели вспышку повернули в эту сторону в эту в этой смотрите как падают тени разглядывайте вот что еще еще это на самом деле сумки это больная тема для фотографов раньше я не придавал значения я очень любил знаете стильные сумки там national geographic который такой на бок вешается ты идешь такой весь стильный красивый но в итоге заканчивается это тем что ты ходишь вот так потому что у тебя постоянная нагрузка идет это так это не знаю в 20 может быть 20 лет это смотрится смешно кажется но когда тебе 30 лет то ты понимаешь за каждый день ты вешаешь на одну и ту же на но это же причем сумку у тебя это все перекрашивается тебя мышцы пытаются восстановить вот это вот тебя ведь объективы здесь висят да это удобно когда пару объектив в сумке ты вытащил обратно засуну но проблема со спиной а кто смотрел мой прошлый эфир тот знает что там были за проблемы серьезные совершенно неудобная мобильность то есть когда у тебя 7 объективов эту сумку но не так же две сумки вешать следующий мой шаг был это рюкзак я купил себе рюкзак как по каким принципам я рюкзак выбрал во первых конечно он должен быть удобный да конечно чтобы сделать кадр его приходится уже снять полностью вот так как я много путешествую и несмотря на то что даже в нью-йорк считается одним из самых безопасных городов в америке несмотря на это я покупаю рюкзаки всегда с внутренней загрузкой внутренняя загрузка это когда вы снимаете и открываете его со стороны лямок и там лежит ваше оборудование для того чтобы вы смогли спокойно перемещаться по индии по египту что никто не мог сзади достать вашу камеру пока вы не снимете рюкзак это очень важно такие камеры такие сумки точнее я про нее как-то рассказывал меня выложен тоже на ютубе ролик я очень рекомендую на них переходить для тех кто хочет быть мобильным быстрым и так далее но вот это вот рюкзак у тебя висит который весит порядка 20-27 бывает до 30 килограмм ну в среднем это 20-25 килограмм вот и ты тоже постоянно устаешь при перелетах везде это очень тяжело и следующий шаг который ну видите как старик двигался да следующий шаг который я сделал я взял себе чемодан фотографический там или как чемодан для фотографа на колесиках это самое лучшее что само произошло во первых ты разгружен во вторых ты во всех самолетах ты просто нет ты не не тащишь его вот так вот когда между рядами идешь ты просто его поставил рядом с собой все его дал ассистенту ассистент носит этот чемодан еще на него что-то можно повесить в общем теперь я работаю только с чемоданчиком на колесах и это они есть очень крутого уровня они есть действительно удобные стильные но не забывайте самое важное для вас это а это ваше здоровье и б это защищенность вашей техники чтобы она чемодан который у вас руках он также обычно весь застегивается там еще есть застежки для замка либо прямо на нем замки то есть вы можете не волноваться что пока вы отвернулись кто-то открыл чемодан и залез что очень часто бывает когда люди в обычном в обычном беге то есть в обычном рюкзаке стоят в метро где-то там раз камеру достали у тебя ты ничего не заметил чуть оттолкнули ты там растерялся и все вот я к счастью да бог мне такого никогда не про это никогда у меня не воровали технику тьфу 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 надо постучать вот но я знаю много фотографов кто оставался без камеры и это но представить это как как водитель водитель не знаю лимузина у него украли лимузин то есть человек не может зарабатывать деньги человек теряет огромные деньги вернуть свою технику практически невозможно потому что за там четыре пять лет вы соберете такой комплект который который будет стоить сотни там тысяч рублей десятки тысяч долларов вот вам об этом надо думать поэтому если мало техники вы мобильные то это рюкзак задней загрузкой с внутренней загрузкой под лянками если вы снимаете что-то более серьезное если вы хотите таскать две камеры там три объектива и более обязательно покупайте сумку на колесиках я здесь здесь в америке довольно дешевая дешевые сумки техника дешевле чем россии но в районе там 10 тысяч рублей 150 долларов можно купить классную сумку за чемодан точнее чемодан загрузки всех объективов со всякими штучками вот хорошие хорошие сумки стоят где-то ну я для русской аудитории говорю в районе 20 тысяч рублей это там 250 300 долларов за 400 долларов правильно да за 400 баксов можно уже купить себе такую супер супер сумку модную на которой можно и сидеть сверху и возить всю технику и так далее в общем рекомендую берегите здоровье это самое важное значит 31 числа пройдет мой вебинар большой двухчасовой где я буду рассказывать о работе с клиентами о полном цикле от знакомства до там отдачи материала буду рассказывать финансовую часть техническую часть психологическую часть поэтому кому интересно присоединитесь мы это будем делать совместно с режиссерской средой это будет закрытый прямой эфир закрытый вебинар стоимость всего лишь полторы тысячи рублей вот приходите буду вас там дать вся информация будет о не у меня вы можете не написать я вам сразу кину ссылочку где получить всю информацию о времени об оплате то есть я этим не занимаюсь все отправлю вот что еще сказать вроде по технике сегодня все по технике сегодня все подожду одну минутку каких-нибудь вопросов и если будет если не будет интересных вопросов то попрощаюсь так пока мне кстати пишите я еще расскажу одну интересную маленькую историю которая со мной произошла это связано с техникой дело в том что что такое что такое вообще техника техника профессиональная техника отличается от любительской не только то как она снимает то как она эксплуатируется например как то раз так а я уже сказал посмотрите вначале я сейчас сохраню я говорил про sony как раз камеры что я рекомендую сейчас покупать именно их значит как то раз я меня просто на какую-то маленькую съемку позвали это были был мальчишник и он оказался на за городом и парни стреляли из пистолетов ну это все официально то есть это стрельбище из винтовок катались на бтре и я должен был это все снимать вот все было круто но пошел дождь пошел дождь и когда ты оказываешься с камерой на важные съемки льет дождь летит грязь вот на тот момент только камеры canon и nikon были влагозащитными то есть просто вот был ливень который шел на камеру я конечно пытался ее прикрывать но вы не можете сказать клиентам вы знаете простите пожалуйста я не буду на дожде снимать там катайтесь на бтре сорян вот sony камеры того поколения они еще не не были защищены вот сейчас только sony начинает выпускать то есть это тоже важный момент камера которая стоит там дороже двух трех тысяч долларов помимо того что она хорошо снимает она должна быть прочная надежная например я много раз ронял свою камеру canon она падает она просто бам и все объектив работает камера работает когда камера sony до этого падали это бах это как лего рассыпалось по всему полу там батарейка здесь крышечка и так далее вот это тоже важно я падал со съемок с огромной лестницы и камера просто вот улетала у меня в сторону и кроме того что был корпус поцарапан все остальное работало идеально вот в этом как раз ценность камер sony ценность камер nikon и canon того времени сейчас они конечно лучше крепче еще sony подтягиваются но имейте ввиду что если вы хотите снимать какой-то какой-то репортаж живой ездить на какие-то какие-то события будьте готовы что у вас камера упадет что у вас камеру толкнут что у вас камера что-то с ней случится и только вот реально камеры выше там двух трех тысяч долларов они имеют защиту обращайте на это внимание потому что это не раз спасало мои фотографии мою репутацию и так далее так давайте еще вопросик и я побежал напоминаю что весь эфир я сохраню на youtube весь эфира сохраню здесь добавляйтесь на мой youtube канал я там редко что-то выкладываю но стараюсь делать это интересно не банально поэтому вот сегодня первый опыт у меня сохранение прямого эфира надеюсь воды было не очень много да пока еще одно еще одно вступление такое отступление темы я веду кому интересно свой телеграм-канал на котором рассказываю о том что у меня происходит в жизни ссылочку я тоже оставлю в описании просто рассказываю о там о нью-йорке о каких-то моментах о моих съемках выкладываю новые съемки делюсь новым видео вот но есть у меня также личный открытый телеграм-чат где могут писать все люди свои вопросы по поводу Америки потому что оказалось что огромное количество людей интересует как поехать что там с визой где учить язык об этом обо всем тоже рассказываю у меня есть телеграм-чат где люди могут мне задать вопросы там я уже много добавил разных ссылок на то как то и что и как это делать поэтому если кому-то интересно то подписывайтесь читайте если мне будут задавать много вопросов я сделаю прямо вот прямой эфир на тему Нью-Йорка работы здесь визы и всего остального отвечу на все ваши вопросы которые вы мне отправите туда я готовлю я раньше думал вообще о чем еще рассказывать на своем канале именно про видео мне говорят расскажи там про еду сходи в ресторан расходи там туда-сюда но я так посмотрел огромное количество таких видео самому мне конечно интересно в таком формате но снимать видеоролик ходить по ресторанам потом это сидеть монтировать еще два дня у меня к сожалению нет столько времени свободного поэтому я больше отвечаю на вопросы письменно но у меня был довольно сложный эмоциональный период и люди спрашивали на самом деле ну как как вообще вот как оно переехать одному в другую страну я вот как раз готовлю видео об этом о том что я чувствовал какие были у меня переживания почему как в общем на самом деле наверное все таки эмоциональная часть она самая сложная из всего что происходит с человеком когда он выходит из зоны своего комфорта а я не просто вышел из зоны комфорта я жил в стране где у меня в городе где у меня было открыты все двери у меня были куча знакомых свадебных агентств которые давали мне работу у меня была хорошая квартира у меня хорошая машина я сюда приехал в самый неденежный год для меня не зная ни языка я не знал абсолютно ничего просто собрался и приехал вот как я это сделал что я чувствовал и все остальное но я запишу отдельное видео я думаю что это будет интересно людям потому что действительно я бы хотел что-то подобное послушать перед тем как сюда приехал все читаю вопросы и убегаю все будут очень ждать все отлично всех целую спасибо кто был со мной следите за мной за прямыми эфирами на русском языке здесь подписывайтесь на все что находится внизу все что я делаю я стараюсь сделать максимально интересно да все в принципе всем хорошего дня вечера ночи пока люблю вас спасибо 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 спасибо